Привет, меня зовут Олег Шаронов, и сегодня я расскажу вам об особенностях работы с логарифмическим видеоматериалом в программе Adobe Premiere на примере камеры Panasonic и ее формата V-Log. Материал для этого урока предоставил Квинтон Мовинни, за что ему отдельное спасибо. Здесь есть несколько сцен, снятых в формате V-Log с различной экспозицией и балансом белого. Давайте начнем вот с этих кадров. Вот этот клип снят с правильной экспозиции, давайте добавим его на таймлайн. И перейдем в режим Color, чтобы работать с цветом. Справа у нас появилась панель Lumetri, которая отвечает за применение лутов и различные базовые коррекции. Луты здесь могут применяться в двух секциях. Есть секция Basic Correction, есть секция Creative. По задумке программистов Adobe, в Basic Correction загружается лут, который соответствует вашей камере, а в Creative загружается лут для тонирования или колоргрейдинга. Между двумя этими лутами у нас есть некоторое количество ручек, такие как баланс белого, экспозиции, контрасты и другие. То есть обработка изображения происходит в том же порядке, в котором расположены эти элементы. Сначала входной лут, потом баланс белого экспозиция, потом Creative лут. Давайте загрузим лут фирмы Panasonic, который предназначен для V-Log. И вот мы получили такую проявку. Этот лут преобразует логарифмический цвет в видеостандарт REAC 709. Если не применять никакие коррекции, то все равно загружать его в Basic Correction или в Creative. Давайте выключим Basic Correction и загрузим его же в Creative. Как видите, результат получился тот же самый. Давайте теперь добавим еще один клип. Этот клип снят с экспозиции на 2 или 3 стопы ниже. Опять переходим в Color. И пробуем на этот клип наложить лут от Panasonic. Вот у нас клип с нормальной экспозицией и вот с заниженной. Если на съемке мы ошиблись с экспозицией, нам нужно это как-то исправить. Давайте для начала попробуем использовать слайдеры экспозиции в панели Lumetri. По вейформу засечем, на каком уровне у нас находится небо. Это 90. И слайдером экспозиции доведем небо до того же уровня. Вот я добавил 3,5 стопы экспозиции. Небо стало того же уровня. Но с тенями что-то пошло не так. Почему-то тени у нас тоже поднялись и пропал контраст. Вот первый клип с правильной экспозицией, а вот с корректированной. Значит этот вариант не работает. Давайте попробуем другой. Отключим лут в Basic Correction. И добавим ее в Creative. Также попробую поднять экспозицию. Теперь мне пришлось поднять ее всего на 2 стопа. Но тени опять же поднялись. Вот исходный вариант. И вот скорректированный. Почему у нас не получается хорошего результата? Все эти коррекции предназначены для работы с проявленным видеоматериалом. То есть гамма-кодированным. Это такие пространства, как SGB, REG709 и так далее. Математика, которая заложена, например, в изменении экспозиции, пытается вычислить яркость цвета, основываясь на предположении, что материал уже в формате REG709. Здесь же материал у нас оказывается в пространстве LOG. Поэтому запрограммированные формулы работают неправильно. У нас нет возможности указать этому эффекту, что исходный материал у нас логарифмический, поэтому эти коррекции никогда не будут работать правильно в логарифмическом материале. Поэтому давайте сделаем по-другому. Я добавлю еще раз этот клип. И не применяю никаких коррекций и экспортирую его в TIFF. Здесь я выбираю формат файла TIFF и выключаю экспорт секвенции, то есть у нас сохранится только первый кадр. Нажимаю экспорт и открываю программу 3D Loot Creator. Загружаю туда это изображение и загружаю сюда лут от Panasonic. Поставлю его в конец цепочки обработки и вот мы получаем недоэкспонированную проявку. Теперь перейдем на вкладку AB. У меня также здесь есть яркость. Если я буду менять, я тоже буду получать эффект подобной люметрии, то есть молочные тени. Но в программе 3D Loot Creator я могу выбрать, в каком формате у меня находится исходное изображение. То есть я указываю здесь V-Log. После того, как я здесь указал V-Log, 3D Loot Creator начинает проявлять этот логарифмический формат. Но также есть здесь текция Output Log. Если я в ней также укажу V-Log, то 3D Loot Creator будет сначала конвертировать V-Log в линейный формат, а потом из линейного обратно в логарифмический. Если мы откроем историю и сравним то, что было до того, как мы включили V-Log, и то, что после, разницы никакой нет. Изображение никак не меняется. То есть логарифмический сигнал проходит через нее без заменений. Но мы видим, что здесь ручка яркость заменяется на ручку экспозиции. То есть теперь вместо того, чтобы регулировать яркость, которая делается вот такой вот кривой, 3D Loot Creator будет на самом деле регулировать экспозицию. Если поисследовать инструменты Lumetri, то мы увидим, что вот этот ползунок exposure на самом деле не экспозиция, а яркость. Он просто применяет гамма-кривую, повышающую или понижающую. Корректировать экспозицию мы можем только в том случае, если у нас исходный динамический диапазон шире, чем то, что показывает монитор. Иначе программе просто негде будет взять дополнительную информацию, если мы начнем сдвигать экспозицию. Итак, я сдвигаю экспозицию. Сдвину ее, например, на 3 стопа. Экспозиция у нас корректируется с учетом того, что материал находится в стандарте V-Log. И после этого в цепочке у нас применяется лут от Panasonic. Сохраним такой комбинированный лут. Назовем его так же, как и был, экспозиция плюс 3. Теперь я перехожу в Premiere, загружаю этот лут. И сравниваю результаты. Вот у нас проявка с правильной экспозицией. Вот у нас повышение экспозиции в Lumetri. И вот у нас повышение экспозиции в Tridult Creator. Как видим, эти результаты намного более похожи. Давайте чуть-чуть еще добавим экспозицию. 3,5. Сохраняем лут. Загружаем его. И сравниваем. Вот Tridult Creator. И вот повышение экспозиции в Lumetri. Давайте теперь попробуем на других клипах. Вот клип с нормальной экспозицией. И вот с заниженной на 3 стопа. Загрузим его дважды. Добавляем лут Panasonic на первый. Добавляем его на второй. С заниженной экспозицией. И попробуем вернуть экспозицию. Видим, что тут происходит все еще хуже. Вот нормальная проявка. Вот высветленная. Попробуем применить лут в Creative. Тоже не работает. То есть такой результат происходит именно потому, что правильное изменение экспозиции возможно только по гарифмическому пространству. Теперь загрузим наш новый лут с коррекцией экспозиции на 3 стопа. И вот что мы получили. Вот кадр с нормальной экспозицией. И вот темный кадр с корректированной экспозицией. Как видите, результат намного более похож, чем вот это. И последний вариант. Посмотрим, что можно сделать с балансом белого. Здесь есть та же сцена, снятая с другим балансом белого. В этом клипе баланс белого выставлен 2500 кельвина. То есть серый близок к серому. В этом же клипе баланс белого стоит 10000 и все желтое. Давайте попробуем скорректировать. Сначала загрузим лут для проявки клипа с правильным балансом белого. А теперь сделаем проявку вот этого клипа. Попробуем сдвинуть баланс белого. Надо еще холоднее, но дальше уже не двигается. Попробуем переставить лут в секцию креатив. Тогда у нас будет больше диапазон. Сейчас хайлайты у нас выглядят зелеными. Давайте чуть-чуть скорректируем. Ну вот, вроде исправили. Вот съемка с правильным балансом. И вот исправленная. Еще немного холоднее нужно сделать. Если я буду ориентироваться по светлому месту, то баланс белого у меня почти правильный. Да, похоже. Если же я теперь посмотрю на темное место, то баланс белого в тенях у нас совсем разный. Здесь коричневый цвет, здесь серый. То же самое мы можем увидеть и на чекере. Здесь все цвета нейтральны. Здесь же более-менее нейтральна только самая светлая плашка. А темные цвета уходят в коричневый. То есть ползунки баланса белого тоже не дают правильного результата. Давайте теперь загрузим этот клип в 3DL в Creator. Я поставлю его на таймлайн. Экспортирую. Загружаю в 3DL в Creator. Убираю коррекцию экспозиции. И здесь я могу использовать пипетку для установки баланса белого. Вот баланс белого установлен. И у нас баланс белого корректируется в V-Log, после чего применяется лут от Panasonic. Сохраняем новый лут. И загружаем его. Сравним сначала с правильным вариантом. Даже оказалось, что правильный вариант немного зеленит. Можно немного поправить здесь. Как видите, цвета почти совпадают. И теперь посмотрим вариант с корректировкой баланса белого в Lume 3. И мы видим разбаланс в тенях и цветах. То есть тени теплые, цвета холодные. Таким образом, 3DL в Creator дает вам намного больше вариантов по исправлению вашего материала, снятого в V-Log. Благодаря тому, что в логарифмический видеоматериал по возможности цветокоррекции близок к RAW файлам, при правильном обращении с ним вы можете исправить намного больше проблем, чем если бы вы снимали сразу в REC 709. Ну и благодаря тому, что в Lume 3 есть два слота для загрузки лутов, мы можем сделать еще такой фокус. Я отключу лут от Panasonic, и в результате мы получим лут, который конвертирует из V-Log в V-Log с изменением баланса белого. То есть вот у нас исходный V-Log, вот результирующий. Сохраним этот лут, назову его V-Log, температура минус, и загружу его в секцию Basic. Теперь же в секцию Creative я могу загрузить проявочный лут от Panasonic, и получить такой же результат. То есть если вы предпочитаете иметь один общий лут, наложенный на весь монтаж, то вы можете накладывать такие корректирующие луты на отдельные клипы. То есть вы управляете их по экспозиции и балансу белого. К сожалению, в Basic нет регулировки степени применения лута, как в Creative, а то мы могли бы регулировать еще и степень изменения экспозиции или баланса белого. Но так тоже неплохо, мы можем сделать несколько разных лутов для разных ситуаций и загружать их. Итак, я надеюсь, видео было вам полезно. Те же самые методики вы можете применять для любых других типов лог. В 3DLut Creator в секции выходных логов есть все те же самые логарифмические кривые, которые есть во входных. То есть в каком бы из этих логов вы не снимали, вы также можете применять эти коррекции. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok